И ребенок просто орал. Он просто орал «мама» и бежал к ней. Мама успокаивала своего ребенка. Я не представляю, как в этот момент можно успокоить своего ребенка. Я до сих пор, когда это вспоминаю, мне немножко даже голос дрожит, потому что у него был первый вопрос. Мамы, тебя не били? Папа, папа, ОМОНа нету, можешь выходить. Младшая, она и так очень сильно переживает. После того, как трое суток от меня не было, сейчас, одну секунду. Это правозащитный подкаст «Весна про идея». Тут мы рассказываем про опыт людей, которые живут в Белоруссии. Витаю, с вами Катерина, и сегодняшний выпуск подкаста посвящен маленьким гражданам нашей страны – детям. Наша страна резко изменилась после событий 9 августа. Конечно, правозащитники и раньше говорили о нарушениях прав человека в Белоруссии, они были и до 9 августа. Но вот то, чего мы совершенно не ожидали – это такой уровень насилия и практически военные действия. Мало кто из нас, белорусов, особенно если вы живете в Минске, может сказать, что никогда не видел силовиков, кордонов, задержания, не слышал взрывов, не знает никого из своего окружения, кого бы не задерживали, либо избивали. Мы очнулись в новой реальности и живем в ней. Мы адаптируемся к ней, мы в ней продолжаем свою повседневную деятельность. Мы можем мириться с ней или нет, но отрицать ее наличие не получится. Но как же в этой реальности живут дети? Наверное, идея сделать выпуск подкаста, посвященного детям, у меня начала возникать, когда в воскресенье я услышала, как 13-летние мальчики обсуждали тихареи. Они катались на самокатах мимо кордона из силовиков. Тогда я просто подошла к этим мальчикам и поговорила с ними. Их разговор прозвучал в 13-м выпуске подкаста про воскресный протест. Советую вам его послушать. А здесь я решила вновь его частично повторить. Я слышала, как вы сказали там тихареи. Кто такие тихареи? Ну, ОМОН. В автобусы с завешенными. Да. То есть те, которые скрываются, не хотят показывать его. А когда вы про них узнали? Вы же как-то сшили и не знали? Да нет. Сначала митингов, как начались, как начали разъезжать и бить людей. Вы когда-нибудь до 9 августа видели? Вот сейчас были ОМОНовцы, водометы. Вы когда-нибудь это видели в своей жизни? Нет, вообще ни разу. Думали, что будете жить при таком детстве? Нет. Еще один рассказ, который повлиял на мою идею сделать выпуск о детях, это рассказ Романа. Он, кстати, работает учителем шахмата у детей 6-12 лет. Он очутился 6 сентября возле минской кофейни «Оппетит». Кстати, я все думала туда зайти, но 4 декабря заведение сообщило о закрытии. Какое досадное совпадение. Именно в этой кофейне 6 сентября разбивали окна сотрудники ГУБОПика. Меня там не было, но там был роман. И давайте представим с помощью его рассказа, как все это происходило, а потом попытаемся представить, как происходящее можно объяснить пятилетнему ребенку. Ну, тогда мы спрятались в этом кафе. Эти ребятки бегали, пытались всех задержать. Они были в гражданской форме. Они увидели, что кто-то из посетителей этого кафе, ну, когда мы закрылись, кто-то записывает. Вот, на видео прям телефон из окна увидели. И очень быстро на это среагировали. Глава этот ГУБОПика подошел, крикнул, что нужно открывать дверь. Вот, подошли прям все уже, все 20 человек, которые там были, весь этот отряд. И они разбили окно. Вот. Заходит вот этот вот полный мужчина в красном, кричит там на всех, команда была, открыть дверь, там, всякое такое. Начинает на всех орать, чтобы все там стирали записи. Вот. Я никаких записей не вел, я просто стоял. И смотрел на это все, как доставали парней, которых пытались защищать, женщины. Вот. Они достают их, крутят им руки. Вот. Я стою на это, смотрю. На меня смотрит этот глава ГУБОПика и говорит, «Ты идешь со мной». Вот. Я говорю, «Хорошо». Мы выходим. Становимся на этом крыльце. Тутбай делает этот знаменитый кадр. Вот. И мы идем. Вот. Я вижу, что начинается вот какой-то такой экшен, когда женщины пытаются отбить этих парней. Вот. Когда вся вот эта вот штука вот в этой толпе начинается. Я думаю, сейчас я по-быстренькому из этой толпы отпачкуюсь, потому что я был с краю, и, ну, на меня никто особенно не смотрел. Вот. И я начинаю отходить от этого всего, и тихарь, который был впереди меня, оборачивается и говорит, что если по-хорошему, то лучше уходи. Вот. И я ускорил тогда шаг, завернул в соседнее кафе, и, ну, я, в общем, ушел. Сел, ну, в какой-то семье, там мама успокаивала своего ребенка. Я не представляю, как в этот момент можно успокоить своего ребенка, если бы у меня была дочка и спрашивала, что происходит в этот момент. Я не смог бы найти слова. Она говорит, ну, ты, они, смотри, они как собаки, ты на них, ты, если страха не показываешь, то они сами не будут подходить. Вот, типа такого. Вот. Пятилетней дочери объяснять такие вещи очень интересно, мне кажется. Не хотел бы я. Как объяснить детям, что происходит? Разве можно это от них скрыть? Роман рассказал, что в одной его группе мальчик очень бурно рассказывал про митинги и бело-красно-белую символику. Кстати, Романа и самого задерживали, и он сидел на сутках. И, конечно, свои занятия по шахматам он в это время пропускал. Также Роман рассказал, что у них были случаи, когда задерживали его коллег, в то время, как они шли на занятия, и приходилось их оперативно подменять. О своих воспитанниках Роман, как ни крути, тоже знакомил с реальностью. Например, рассказывал им, что во время отбывания своего ареста он продолжал играть в шахматы, сделанные из подручных материалов. Но дети к реальности, с другой стороны, как будто привыкают. В Минске есть несколько знаменитых протестных районов, среди них каскад. Его жители вывешивали флаги на своих домах, на крышах, между домами, то есть как будто в воздухе. И поэтому к ним часто наведывались и МЧСники, которые эти флаги снимали, и ОМОНовцы. А жители каскада выступают против. То есть они не понимают, почему по ихним газонам ездят вышки, почему по ихним газонам ездят автозаки, почему непонятные люди в масках снимают детей их на видео. А они не понимают, почему ОМОН находится на детских площадках, потому что это все боятся. То есть уже дети некоторых соседей, вот мы общаемся, говорят, папа, папа, я вот тут в бинокль во двор посмотрел, ОМОНа нету, можешь выходить. Ну вот это идиотизм, верхняя планка, идиотизма это достигнуто. То есть когда мы думали, что дно пробито, снизу еще постучали. Этот разговор с одним из жителей каскада я записывала в сентябре. Дети уже как будто привыкают к ОМОНу. Вот я, например, сейчас вставлю звуки с видео из Ютуба, как дети играют в ОМОНовцев и задержанных. Окей, дети видят силовиков, но вот что, если они видят насилие, слышат взрывы, а что, когда их родители задерживают? Директора Центра правовой трансформации «Лоу Тренд» Ольгу Смолянко задержали после воскресного марша 29 ноября. Ее предержали в РОВД 11 часов, и у Ольги есть 7-летняя дочь. С Ольгой мы поговорили о том, что видят дети, как они это воспринимают, с чем могут сталкиваться и как на это реагируют. Как мама 7-летнего ребенка, я могу сказать, что дети очень переживают ту реальность, которая сейчас происходит. Честно говоря, я очень стараюсь уберегать ребенка. Мы не смотрим дома, когда есть ребенок ролики, где есть насилие, где есть факты избиения. Мы стараемся с мужем не обсуждать, это только когда ребенка нет дома. Но, тем не менее, я вижу, что она очень устро реагирует. Дети обсуждают по вопросам, которые она мне задает, по комментариям, которые я от нее слышу. Она мне задает, что происходит. Она сама пытается объяснить, что происходит. Она пугается людей, которые в черном, когда идет по улице. Несмотря на то, что она не видела фактов задержания, но, например, мы живем в Ручье, и когда были события августовские, у нас при разгоне мирно протестующих взорвались шумовые гранаты. И в нашем доме было хорошо слышно. И моя дочь рассказывает о том, что взрывают гранаты достаточно равнодушно, хотя я знаю, что она переживает это внутри, и что дети в классе обсуждают происходящее. Она, как сказали вы, рассказывает о том, что взрывают гранаты. Вы ей это объясняете, что это гранаты, или как она узнает, что это гранаты? Она же, наверное, никогда в жизни... Ну, в принципе, я тоже, когда у меня на районе взрывали гранаты, я так-то никогда с ней не слышала, как они слышатся вообще. Вот для меня тоже это было... Гранаты, конечно, моя скорее интерпретация, но было так, что когда вот первый вечер у нас начали взрываться, ну, вполне возможно, что она, может, в фильме где-то слышала, хотя мы дома не часто смотрим кино, честно говоря. Вот. И она спросила, мама, это стреляют? Вот. И потом она так стала очень буднично. Это продолжалось два или три дня вечера. И она засыпала, сказала, мама, опять стреляют. То есть это было ужасно слышать меня как матери, с усилетнего ребенка. Вот. Но, тем не менее, это было. И я думаю, что тот факт, что у многих детей, опять-таки, ну, я не знаю, как происходит в других семьях, как смотрят, как обсуждают, но тот факт, что у многих детей задерживают родителей, родственников. Дети живут в сосуде. Дети понимают гораздо больше, чем мы даже родители можем себе представить. И обсуждают между собой гораздо больше, чем мы можем себе представить. Поэтому я думаю, что те события, которые сейчас происходят, очень отражаются на детской психике, несмотря на то, что, я думаю, что сознательно родители пытаются как можно больше уберечь от этого детей. Но, тем не менее, опять-таки, могу... Ну, просто одна история, которая произошла на моих глазах. Мы с подругой шли по улице, и перед нами сошли трое мужчин. Они не имели при себе символика. Это была улица, это было на улице Карбышева. Вот. И шла мама с ребенком. Ребенок, потому что то ли играл, то ли... Ну, то есть, это была просто улица около жилого дома. Вот. И тут остановилась машина, то нервными стеклами такая, синяя, и из нее вылетело... Я даже не помню, четыре либо пять людей... В черном. В черном. Вот. В масках. И начали этих трех людей прямо на глазах этого ребенка избивать. И после этого они затащили в микроавтобус. Вот. И ребенок просто орал. Он просто орал «мама» и бежал к ней. То есть, это просто произошло на глазах ребенка. Мне было... Мне, взрослой женщине, было страшно. Я представляю, что переживал при этом ребенок. Ребенок общается в социуме. То есть, я думаю, что он это рассказал, опять-таки, своим друзьям. Там, не знаю, вся... Я думаю, девочке было лет 6-7. Ну, то есть, практически, как моя дочь. Вот. И я до сих пор вот думаю, что пережил этот ребенок в тот момент. Когда вас задержали, вас через 11 часов выпустили, то есть, на следующий день? Я была дома 20 часов ночи. А как ваша дочь отреагировала? Ну, она заметила ведь, что что-то не так, что вы вернулись поздно. Да, и мы стараемся, в принципе, то есть, мы стараемся оберегать ребенка от информации о насилии, но мы не врем ребенка. И с моей точки зрения, это неправильно. И мой муж, с которым она находилась в тот момент отец ребенка, он ей объяснил, что маму задержали. Когда я вернулась домой, ну, то есть, я вернулась домой, естественно, ребенок спал. Это было 2 часа ночи. Я не будила ее, но на утро, я до сих пор, когда это вспоминаю, мне немножко даже голос дрожит, потому что, ну, я понимаю, что весь вечер мой ребенок переживал очень сильно, потому что, когда она открыла глаза, она сказала, мамочка, я так рада, ты вернулась, я очень рада тебя видеть, и у нее был первый вопрос. Мама, тебя не били? Меня это очень растрогало, расстроило, удивило, просто потому что, опять-таки, мы не обсуждали при ней никогда фактов того, что РВД могут бить и так далее, но откуда-то у нее есть эта информация, то есть, откуда-то она это знает, откуда-то она это понимает, вот, хотя я 7 лет. И мне до сих пор страшно, то есть, я 3 дня пыталась с ней проговаривать эти моменты, я ей объясняла, что все хорошо, что, вот, но, тем не менее, как бы это так. Наверное, советом родителям будет, как вы сказали, не врать и объяснять реальность, когда дети спрашивают о ней максимально, как бы так, мягко, но все-таки не делать вид, что ничего не происходит, потому что что-то происходит, и дети понимают, что что-то происходит. Ну, знаете, каждый родитель, конечно, выбирал свои модули ребенка, и рассказывать родителям, как вести себя со своим ребенком, наверное, не очень правильно. Но, что касается, ну, это мое видение, да, но что касается, ну, вот, ситуации, в которой я была, которую я видела, и что важно, как бы, для меня лично, это именно, если ребенок увидел, попал в ситуацию, вот, который, пример, который я привела, например, когда девочка это видел, то, по крайней мере, разговаривать, не оставлять ребенка саму с собой, с той, возможно, болью и проблемой, которые она переживает, по крайней мере, понять, что творится в голове у ребенка, и разговаривать, проговаривать и обсуждать это. То есть, еще раз скажу, здесь они живут в вакууме. То есть, к сожалению, сейчас вот это вот насилие, те факты, они охватили все общество, и дети видят и живут в этом. Соответственно, важно понимать, что чувствует твой ребенок. Ольгу, как мы слышали, задержали один раз и выпустили в ту же ночь. А вот Елену Гесс задержали в октябре на трое суток. Женщина работает в одном из минских магазинов. На суде Елены в качестве свидетеля выступала ее коллега. Вот, что она рассказала. Сейчас будет запись из зала судебного заседания. В ней, когда она работает, на магазин приходит ее младшая дочь и спрашивает, ищет кого-нибудь на зале, но она рядом живет. Многих сотрудников знает и уточняет, точно ли ее мама на работе. Это очень страшно, потому что ребенок очень сильно переживает данную ситуацию. Судебный процесс над Еленой не по административному делу, а по уголовному. За что? Елена ночью 7 октября сделала баллончиком на стене надпись «Я на знаме». Это посвящено Светлане Тихановской. Так Елена хотела выразить свою гражданскую позицию. А когда к Елене сзади подошел какой-то мужчина в обычной одежде и, не представившись, схватил ее, она машинально брызнула на него краской. И сейчас Елена, обвиняемая сразу по двум уголовным статьям за осквернение зданий и за насилие в отношении милиционера. Над Еленой провели уже два судебных заседания. И сейчас, во время записи этого подкаста, судебный процесс Елены Гесс еще не закончен. Я расспросила у Елены о ее детях. У нее их двое. Оказывается, ее младшая дочь не знает о том, что ее мамы обвиняемы и что ее могут посадить. Санкция статьи за насилие над милиционером, лишение свободы до 6 лет. Старшая знает, она уже у меня не маленькая, ей 15 лет. Младшая ничего не знает, но ей еще ни к чему это знать, потому что она и так очень сильно, скажем так, переживает. После того, как трое суток от меня не было, она на самом деле переживала, наверное, испугалась, почему мамы так долго нет. И она сейчас меня мониторит на работе, то есть контролирует, когда я утром ухожу на работу, то есть она знает, если утром она меня видит, значит, я возвращаюсь поздно, у меня магазин поздно работает. Если я магазин закрываю, то в полдвенадцатого, соответственно, она спит. Зная это, она заходит ко мне в магазин, там школа рядом находится, ну и контролирует, на работе ли я. Старшая у меня умничка, да, ей очень тяжело. Она поддерживает мужа, муж поддерживает ее, они меня вдвоем тоже очень сильно поддерживают, благодаря им как-то держусь, вот. Учитывая то, что старшая дочка не родная моему мужу, она от первого брака, но у них более чем родственные отношения, скажем так, вот, изначально сложились, поэтому, ну вот, такая крепкая семья у нас сейчас на данный момент. Детство находится под защитой государства, говорится в 32 статье Конституции Республики Беларусь. Также там есть переписка о том, что молодежи гарантируется право на ее духовное, нравственное и физическое развитие. Сегодняшний выпуск подкаста я посвятила детям и тому, как им приходится воспринимать окружающую реальность, особенно тогда, когда репрессируют их родителей. А есть еще один срез нашей реальности, когда под репрессией попадают и сами дети. Об этом я надеюсь тоже сделать выпуск подкаста. Ну а текущий выпуск подходит постепенно к своему завершению. И детство наше тоже. Я вспоминаю, что когда журналистка Наста Захаревич вышла из суток, она 24 ноября написала такой пост в Фейсбуке. Мне здаётся, во всех нас есть некая межа во вспырьмане абсурду, який отбывается на вокал. Для меня, как оказалось, одной из таких межа стало затрымание Маляваныча. Вот хоть забите, но я не уявляю, как можно затрымать Маляваныча и лже свечить, супрать его, выносить несправедливый вырак, закидывать его в тазак, ставить на растяжку и робить все то, что робит на сутках с политичными. Не уявляю. А про смерть Ромы я вогля не могу ничего казать. Гэта не пазамежами, гэта иншая невядомые мне системы координат. А я здесь вспоминаю, что в день убийства Романа Бондаренко, когда люди пошли на площадь перемен, там среди цветов и лампадок был плакат девочки Маши с надписью «Мне сегодня 9 лет». Рома, желаю, чтобы ты вернулся и учил нас рисовать. А этот выпуск подкаста я заканчиваю, как всегда, одной из песен Евгения Кучмейна «Проект.К», песни под названием «Калыханка». Бывайте и бережите своих близких. Роман Бондаренко, «Проект.К», «Проект.К». Роман Бондаренко, «Проект.К», 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 «Проект.К». Роман Бондаренко, «Проект.К», 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 «Проект.К». Роман Бондаренко, «Проект.К», 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 «Проект.К». Граешь, ты к свети.